Скажи, сколько заведений в среднем тебе хумнесс? Даже не знаю. Неожиданный вопрос. Что ты начал делать, когда у тебя не было денег? Я шел в этот клуб игровой, я молил Бога. Ты как этот период проживал? Ты в этот момент курил, пил? Я очень сильно разлился. Психоном. Друзья, приветствую всех на нашем интервью с интересной личностью, с интересным ресторатором, владельцем ресторана Гамбит Арсеном Гаджиевым. Арсен, салам алейкум. Салам алейкум. Этот ресторан, который претерпел много различных изменений, и он на слуху, его все знают. И сегодня мы будем разбирать этот кейс. Очень интересно. И перед этим мы, конечно, узнаем самого Арсена как личность. Раскроем его и послушаем, что он о себе расскажет. Арсен, давай без таких особых прелюдий немножко расскажи о себе. И было бы интересно услышать историю возникновения ресторана Гамбит. Потому что я знаю, она такая достаточно необычная, интересная, но в целом похожа на историю таких, знаешь, прорывных бизнесменов, которые вот есть в мире. Но мне интересно твою историю лично услышать, как ты ее сам преподнесешь. Потому что я ее слышал от других лиц. Что я себе могу сказать? Даже не знаю. Неожиданный вопрос. Всех приветствую. Всем салам алейкум. Еще раз. Ну, родился, вырос в горах. Акушинский район, село Гапшима. Учился, хорошист. Обычно, как у всех. Приехал, поступил потом сюда, в Махачково. Финансовый кредит, ДГУ. Был выбор у меня, замечательный был выбор. Либо поехать чабановать, либо поступать. Отец поставил перед таким выбором. И моя история в этом городе началась именно, оказавшись перед выбором. Либо уехать чабановать, либо поступать. У отца был принципиальный такой подход. Денег не дам. Мы поступали сами, и вы поступаете сами. То есть это был 92-й год. Папа мне, я помню, как сейчас сказал, две замечательные фразы. Человек либо зарабатывает руками, ногами, физически, тоже, говорит, достойно. Тоже, говорит, это хорошо. Воровать страшно, воровать стрёмно. А честно, зарабатывать, это достойно. Разницы нету, да. Можешь руками, ногами зарабатывать, можешь головой зарабатывать, да. И как поставил перед выбором, так как я устал в горах баранов пасти, мне они там уже надоели. И приехал сюда на вступительные, скажем, подготовительные курсы, увидев город, море, свободу. Но мне очень хотелось, конечно, в этом городе остаться, а не уехать там в Ставропольский край, Калмыкию, к барану. Поэтому вот была у меня сильная мотивация. Я в 6 утра вставал, помню, в 12 ночи ложился, еще там до час ночи вскакивал, пересматривал. И, то есть, меня поставили перед выбором. Мне было, то есть, выбор был очевиден, я очень хотел поступить. Поступил, отучился, проработал какую-то часть налоговой. Очень благодарен Всевышним за этот опыт. Налоговый познакомился с очень интересными, яркими, замечательными руководителями, личностями, друзьями, коллегами. То есть, дал мне колоссальный опыт. И знакомство с бизнесом у меня началось, наверное, именно в налоговой. То есть, я смотрел под таким ракурсом налоговика на бизнес, грубо говоря. Девять летом проработал, потом ушел. Ушел в бизнес. Арсен, какие бизнесы в то время были на слуху, когда ты работал в налоговой, и какие ты из таких известных курировал? Ну, смотрите, очень актуальным был бизнес ГСМ, по реализации ГСМ. Это заправки, все с этим связано. Бывали дефицитные моменты, заправщики были в почете, там в Австралии за очереди, то есть, бензин нужен был в то время всем. Я застал становление, скажем, это были нулевые годы. Налоговый только-только остановилось, и мы когда приходили, говорили, там, надо на учет встать, зарегистрироваться, нас посылали там в разных направлениях, и говорили, этот факумент нам ни одного рубля не дал, ни один кирпич туда не вложил, за что мы должны платить. А спрашивали даже, вот от кого, от какой бригады, от какого там крутого этого. Ну, то есть, восприятие налоговиков в то время было такое своеобразное. Но внесли вместе с ребятами непосредственную лепту в становлении самой налоговой, ее развитие. Ну, 9 лет там проработал. ГСМ очень актуальный был, магазин, ну, бизнес только остановился. Первый кафе, первый ресторан. Я помню, первые сети бизнеса, как заходили, как орифлайн, вот такие, мы не понимали, с чем вот этот, как его там налогооблагать, с какой стороны к ним поступаться, на рядовых проверках там заставали. Ну, вот, первые, первые вот эти вот аптеки, ну, вот частный бизнес только остановился, набирал оборот. И в какой момент тебя перещелкнуло, что вот я хочу открыть свой ресторан? Так сложилось по воле всевышнего, что меня попросили уйти, скажем так. Ну, была ситуация, не буду в камеру об этом говорить, ну, сложилась такая ситуация, мне нельзя было работать в него на его структуре. То есть, меня поставили перед таким вопросом, за этим очень благодарен, этим людям. То есть, это какой-то неприятный был инцидент, да? Ну, такое маленькое недоразумение произошло, ну, не буду сейчас на камере договорить, там близкие круги мои знают. С большим уважением к этому человеку отношусь, который внес такую лепту, неоднократно мою судьбу он внес, по воле всевышнего. Сейчас он далеко отсюда. Хочется сказать, но лучше промолчу. Так, ну, я помню, я бросил дверь, там, мы сидели, разговаривали, бросил дверь, сказал, посмотрели, через 5, где будет, где будет, и вы ушел. Ну, с другом разговаривал, он говорит, надо так пойти, надо так попросить. Я говорю, что, тут, небольшое недоразумение, что мне еще надо сделать? Насколько надо там попросить, подошел, извинился, объяснил, говорю, ну, надо было еще, еще, видимо, там, да, то есть, не в моем характере, видимо, или, не дано это, не знаю, но не сложилось, мало было. Благодарен им за это. Что ты дальше начал делать? Дальше начал делать? Да. Меня эта ситуация очень сильно заделал, потому что я очень привык к налогу, у меня там было много друзей, у меня были хорошие отношения с ними, там, да, и чувствовал себя важным, значимым, была корочка крутая, то есть, я был в этом образе, просто, мне было комфортно, но, обида была большая, что мне не дают обратно вернуться, прям, очень большая обида. Я года полтора пытался вернуться, не получилось, когда понял, что не дадут, то есть, я принял решение, я очень сильно разлился, психоном, пришел домой, нажитый, непосильным трудом, деньги за 9 госслужбов налоговой, увольнительные, все, что было накоплено дома, я взял их все и пошел, раньше были вот эти аппараты, игровые, казино аппараты, я собрал все деньги, на последние рубля, которые были, и пошел, сыграть на максимальных ставках, мне хотелось сыграть на максимальных ставках, получить такой-то кураж, драйв, эмоции, я решил это попробовать, я шел в этот клуб игровой, я молил Бога, чтобы я случайно там не выиграл денег, я пошел туда планомерно, специально, чтобы с таким огромным удовольствием, с кайфом, с куражом, все эти деньги спустить, а шаляде, какие эмоции тебя переполняли в этот момент, но это было сделано осознанно, не дать себе шанса, потом передумать, пока вот боль жива, пока эмоции высоки, пока желание велико, ты азартный человек, рассудительный, но азарт люблю, но в рамках рассудительного, так, и ты идешь, близки люблю взвешенные, там все было взвешенное, туда пошел, во-первых, получить эмоции, раз, они были на тот момент, не необходимы, просто у меня была мечта, какого-то сыграть на максимальных ставках, думаю, одну из мечт, удовлетворю, и с азартом вопрос закроем, а вторая, основная задача была, не дать себе шанса, не начать новую историю, что ты имеешь ввиду, не дать себе шанса, ну мне надо было кормить семью, там, жена, ребенок, тогда один ребенок был, мне надо было с чего-то начинать, загнал себя в ту ситуацию, когда у меня нету ни одного рубля, чтобы начать думать, а какая сумма была тогда на руках, с какой суммой ты шел в игровой зал, ну, по тем деньгам, это была большая сумма, что можно было купить за него, что можно было купить, ну, как минимум, хорошую машину, шикарную, ну, неплохую, так как амбрии, так, ты заинтриговал, ты пошел в аппараты, пошел в аппараты, в 11 часов сказали, мне попросили выйти, потом управляющий вышел, посмотрел, на каких цапках я играю, он наехал на охранников, и сказал, вы не видите, серьезный человек играет, всех выгнать, он сколько хочет, пускай играет, мне сделали VIP, такой зал, и двое охранников, которые были, они спешили, видимо, домой пойти, а мне было неудобно, я же пришел проиграть деньги, мне не было неудобно, что я их задерживаю, и поэтому, когда мы ловили там 30 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч, там, карту, когда надо было пробивать, я у них спрашивал, пробивать, не пробивать, они мне говорили, чтобы побыстрее проиграл, пробивай начали, когда пробивал, и деньги выигрывал, я снимал, им отдавал, по-чудим отдавал, и заново заряжил, поэтому, в конце концов, мы втроем, четвером, с охранниками, так от души поиграли, с большим удовольствием, мы все поиграли, они активно участие принимали, рисковали, эмоциями делились, деньги закончились, через несколько часов, каждый раз, когда я снимал сумму, я делился с ними, то есть, у них накапливалось, у меня уходило, они мне говорили, просили, мы выключим его, никого не подпустим, приходи отыграть, я говорю, зачем, но он говорит, ты столько денег, кто за сумму, он выдаст, приходи отыграть, я говорю, мне кому повезет, он повезет, я говорю, это все равно, сделано, не для того, чтобы мы выигрывали, а для того, чтобы они этот бизнес, на таких, как мы, зарабатывали, я говорю, здесь выиграть не вариант, я говорю, пришел за эмоциями, я их получил, они говорят, возьми на такси хотя бы, я говорю, нет, играю на свое, долг не беру, я пойду пешком, они на меня смотрели, в таком полном шоке, я пешочком пошел, мне недалеко было, пару остановок до дома, было о чем подумать, пришел домой, жене и сказал, родная, поздравь меня, она говорит, с чем, я говорю, у нас больше не денег, она говорит, с чем поздравлять, теперь я буду думать, и вот 7 дней ночей, я практически не спал, потому что даже на дорогу, кефир купить, хлеб купить, не было денег, вообще, полностью, не было работы, не было денег, так, ты оказался на дне, можно сказать, да, таком, на дне, не скажу, оказался в очень выгодной для себя ситуации, когда жизнь заставляет, и ты, ну, отталкиваешься, да, 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 то есть, жизнь заставляет тебя толкнуть, жизнь заставляет тебя что-то предпринимать, что ты предпринял, первое началось с мысли, первое началось с мысли, в этих мыслях я начал вспоминать, о чем я с детства мечтал, я мечтал о кошельке, который мне никогда, вот сколько бы оттуда ни брал, деньги не заканчиваются, то есть, у меня была такая мечта, я писал в детстве сочинения, кем я стану, когда вырасту, учитель русского языка и литературы, был удивительный человек, я таких больше не встречал, очень мудрый, просветленный, очень такой, я помню, он читал мое сочинение, и весь класс угорал, это было весело всем, я подарил кучу эмоций с этим сочинением, многие мечтали с космонавтами, юристами, врачами, ну, это было, это было 90-е годы, вот, Советский Союз еще это старшие классы, профессии были в почете другие, в селении, откуда мне это в голову пришло, не знаю, то есть, я мечтал с над каскадером, каскадером, да, и там была целая фантазия, на тему, какой я буду классный каскадер, и все такое, да, то есть, ну, видимо, вот с эмоциями, с драйвом, это связано, видимо, это внутренняя тяга, не знаю, то есть, я помню это сочинение, помню там его обсуждание, было весело всем, все угорали, одни смеялись, просто, что за дебильная профессия, другим просто весело, забавно было послужить, эмоции связаны с этим, как-то так, так, мы чуть отошли, так, ты захотел кошелек, у тебя появились мысли, что ты начал делать, когда у тебя не было денег, когда не было денег, вот, что это такое? телефон, нет, это чья-то мысль, это чья-то мысль, прежде чем появился телефон, у кого-то зародилась какая-то мысль, и по той же схеме я начал, я 7 дней ночи практически не спал, это потом, я понял, спустя годы, 10 лет, десятки лет, наверное, прошло, японскую технологию увидел, когда 9 дней ночи не спят, не едят, погружают себя специальное состояние просветления, но в этом шоковом, стрессовом состоянии, у меня просветление, мозговой этот, штурм, там, перебирал в голове, все возможные варианты, от отъезда в Москву, куда меня приглашали, там, да, то есть, разные, разные варианты, от производства, там, маленьких, семечек, небольших денег, начинают, все возможные варианты, да, масштабного, крупного бизнеса, 7 дней ночи практически я блуждал в просторах вселенной. ты уже серьезно задумался делать бизнес в этот момент, да? Я не знал, чем я буду заниматься, я помню, было предложение, тогда было в хорошей спортивной форме, было даже предложение поехать, там, либо охранникам, там, платили хорошо в клубе, там, в Москве, в те времена, некоторые даже, там, говорили, там, чуть там, поработаешь, там, да, в каком-то клубе, даже чуть не степенизером предлагали, ну, это, конечно, нам не подходит, варианты были разные, ну, как вы шутя даже предлагали, видя, там, да, какую ситуацию себе загнул, и шутя, друзья тоже накидывали идеи разного плана, вначале от обиды, от злости, мне хотелось куда-то уехать, и там начать, потом потихоньку, мости стали более здравы, и начал понимать, каким активом я обладаюсь здесь сегодня, и обнаружил огромный актив, который здесь есть, это друзья, знакомые, родственники, дом, где я живу, семья, это опора, это тыл, это была отправной точкой, именно остаться здесь, не уехать туда, понял, если с таким настроем, с таким темпом, как в Москве, если жизнь заставляет вот в таком ритме двигаться, с такой скорость, с таким темпом, то конкуренция здесь, в Махачкале на тот момент была слабее, и молодые люди особо так, ну, не разгонялись, скажем так, то есть от родителей чего-то ждут, от друзей чего-то ждут, от родственников чего-то ждут, пока на работу строить, и до этого, поэтому просто рассчитал математически, что если хотя бы такой московский темп, заряд, фокус на деле, который там, да, приложить сюда, здесь возможность выбиться кратно больше, потому что туда таких ребят, как и уезжают, кратно больше в Москву, ну, и там и возможности больше, но я почему-то решил остаться здесь, на седьмой день, я помню, супруга мне говорил, хоть часик поспи, ну, я буквально часик, вот по душе могу покемарить, то это сном не назовешь, это такое, такое состояние блуждения, в этом, ты как этот период проживал, ты в этот момент курил, пил, нет, я из дома никуда не выходил, абсолютно трезвый, не было ни аппетита, потому что, когда денег нету, там в холодильник, у женой детей, еду, то, что есть остается забирать, ну, как-то рука не шла, на улицу выйти, денег нету, на маршрутке даже денег нету, кефир, то есть, это было состояние такого, такого драйва, такой собранности, когда вот миллионы мыслей в голове генерируются, и ты ищешь, ищешь, ищешь там варианты, там, что-то подходящее. Это очень интересно. На седьмой день утром, скажи, что дальше было. На седьмой день утром я проснулся, абсолютно, вот казалось бы, не высыпался, но на седьмой день утром, это, видимо, Всевышний дал, наверное, где я подруга, это понять не могу, проснулся с абсолютно убежденностью, мыслью, что я буду делать, я увидел свой путь, так можно назвать, я не знал, что это будет гамбит, но это было направление, направление, которое можно масштабировать, развивать, созидать, тут же встал, оделся и пошел действовать, тут же, не задумай, тут просто цель увидел, тут же собрался, оделся и пошел. Ну, расскажи первые пять шагов, какие они были, вот это для тех, кто оказался в такой ситуации, я думаю, что много людей есть такие, вот откуда брать первые деньги, как все-таки утвердить эту идею в своей голове, что все, я вот этим хочу заниматься, какие пазлы сошлись, что ты понял, что это будет именно ресторан? Первое необходимое условие, это желание, желание было у меня огромное, второе я понял, мне нужно для того дела, чем я буду заниматься, нужны знания, я понял, в этом деле у меня знаний нет, такие поверхностные, налоговые, которые видел, разные виды бизнеса, ну, такие поверхностные, потом я понял, мне нужно умение, нужен опыт, и понял, что я не знал тогда про уникальные торговые предложения, и т.д. и т.п., извиняюсь за тавтологию, но нашел фишку, благодаря которой эта тема выстрелит, сработает, первое, что надо было сделать, утвердиться в том, вот если мой отец мне говорил один раз нет, мне никогда в жизни не удавалось его заставить сказать «да», никогда, я стоял на обрыве горы, кричал мне «вот вам всем», я хотел там и спрыгнуть, там восходящий порой ветра меня откинул, то есть прям вот, был упертый тоже, и отец у меня такой, ну, воспитатель строгий, хорошо или плохо, не знаю, но на грани жизни и смерти я стоял, и вот, или говорил, будет так, как я хочу, или там, не будет так, как выходить, отец хотел, чтобы стал врачом, у меня тяга была, а то, что мне это навязывают, было сопротивление, может был бы счастлив стать врачом и реализовался, может быть, тоже, но, ну, в молодые годы максимализм, сопротивление, почему именно так, почему по-другому нельзя, восприятие было такое, я был такой, почему так, почему не так, черта характера, может быть, я она не знаю. Я оттолкнулся от того, что у меня есть, то есть квартира, это актив, я понял, который я живу, мне его отец купил, подарил, женил, засидел, хвалу Всевышнему, за таких родителей, очень благодарен Всевышнему, ход на тот, не понимал, когда папа нет, требовал, 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 я мог принести все пятерки, отучиться, семестр, там, да, это все, отец мог брать вот это все, и думал, сейчас он скажет, молодец, наконец-то, ходу жизни, думаю, заставлю сказать, молодец, красавчик, он брал дневник, говорил мне, как ты могли с таким почерком поставить пятерку, швырял дневник, говорил мне, вон там, возьмет на такую-то полку книгу, четыре страницы каждый день переписываешь, что за почерк ужасный, то есть, на мой вопрос, почему постоянно, вот, планку поднимаешь, ну, почему постоянно, вот, все хорошее, где ты понесешь с собой, моя задача, показывать тебе, куда расти, было обидно, не понимал, спустя годы, начал понимать, но на тот момент, много бывало, там, непонимания, но, выбора не было, ты с железной рукой заставлял, как-то так формировал характер, ты прорал квартиру, я пошел к отцу, к отцу дошел, у отца была, на Ленина, небольшой капошки, четыре столика, и там кабинка, маленькая, бирюза называлась, это где сейчас, первый гамбит, да, 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 и я понял, что у отца, там есть кафе, небольшое, маленькое, она денег не проносила, он стал убыточным, анчбазар закрыли, и он хотел его закрыть, сделать ремонт, и отдать под агенство недвижимости, доллара за 400, за 500, он мечтал отдать, и не париться, потому что вот работы, денег не пронося, то на то и выходило, там смысла не было, а 800 рублей в день, на тот момент, выручка была, но от ни о чем, поэтому, ты возродил это место, принимаешь решение, инвестируйте, ну я ценил у меня с квартиры, это актив, если его продать, а если его не продам, это пассив, коммуналку платить надо, поддерживать его надо, а денег нет, пошел к отцу договариваться, у отца были еще акции, газпромовские, я рассчитал на тот момент, участки земельные росли, и вдоль трассы, были хорошие участки, я понимал, через год-два, они вдвойне, в цене умножатся, я начал ему это декларировать, объяснять, он говорит, все хорошо, молодец, если у тебя деньги, сам купи, я говорю, у меня денег нет, давай, говорю, папа купим, а он говорит, нет, мои не трогаем, у меня ушел ровно месяц, на то, чтобы его нет, перевернулось, да, он меня бросался, кидался, выгонял, я все равно в дверь выгонял, в окно заходил, в окно выгонял, с крыши заходил, образно говоря, то есть, переговорами, переговорами, убеждениями, подключил к этому, всех родственников, всю семью, и в первую жизнь, мне удалось, что папа сказал, да, но если при каких-то условиях, мы с ним договорились, он это сделал, мама говорит, это как, никто не верил, что это возможно, я говорю, мама, с этого момента, запомни, теперь я могу все, повалившись его. Что папа сказал, вывод какой был? Я вынудил, уговорил его, вынудил его, купить все-таки эти участки. Купить участки? Продать акции, купить участки. Какое отношение они имели к открытию ресторана Габбит? Я хотел открыть ресторан на Ленина, кафе, начать зарабатывать деньги, а там, чтобы была земля, чтобы там потом посудить гостиницу, более культурный ресторан, т.д. Как эти истории связаны? Мне надо было параллельно и с отцом договориться по поводу взять кафе и развивать него, и чтобы пока земля не подоржал, чем они в акциях лежат, приблизительно доходы этих акций, земля как растет. Здесь зарабатывают туда вкладывают. То есть стратегия. Участки были просто куплены, оставлены, будучи уверенным, что здесь раскачаю бизнес. Я не знал, я раскачаю бизнес или нет, но у меня выбора не было. Если отца были деньги и купить участки, и помочь тебе с открытием ресторана. Да. Ну, отца была принципиальная позиция. Мои деньги, мои деньги, твои деньги, твои деньги. И даже до этого я запускал бизнесом игровой компьютерной клуба, я у него просил деньги в долг даже. Двоерным братом вместе открывали, дворным брату дали пять тысяч долларов на компьютере, чтобы он, ну, на бизнес как бы, бессмело сделал его отец. Я уверенный, прихожу, думаю, может, и мне мой папа даст. Я говорю, ушел, понял, ты мне поможешь. Пытался договорить, зачем мне это? Ну, мне папа дорогинец. Он говорит, зачем мне эти диски? Зачем? Ты работал, зарабатывал, надавал накапливать, я тебе говорил, ты не копил, ты думал, что всегда так будет. Я тебе предупреждал, жизнь может поменяться. То есть, отец, по-настоящему, он принципиально не давал денег. Мне пришлось под залог небольшой части моих акций взять, акции растительственные, хорошо, я не хотел их продавать. Керим в тот момент скупал акции Газпромовские и понимал, вероятно, что они вырастут. Керим? Керимов Сулейман, Я понимал, что акции, скорее всего, вырастут, и мне не хотелось их продавать, потому что мы могли десятки раз вырасти. И под залоги этих акций только я смог у отца взять на первый бизнес компьютерный клуб деньги. По-другому отец даже деньги долгим дал. А потом, касаемо кафе, когда мы брали, отцу я предложил, мне казалось, я сделал им предложение, от которого он не откажется. Я говорю, что ты хочешь, по-другому, хочу сделать бизнес, здесь открыт агентство недвижимости и отдать под 500 долларов. Понимаю, максимум за это дадут ему 400 баксов, ну ладно, думаю, не буду торговаться, за 500 возьму, договорюсь, что он не разрешил продать квартиру. А ты же говорит, нет, это не пойдет, бизнес-модель принеси. Тебе сколько лет тогда было? В районе 32-33. Я пришел к отцу, думал, сейчас с ним договорюсь, участный вопрос закрыт был, здесь мне надо было договориться, думал, чем отцу, вкладывать деньги, делать вот это все, и получать деньги, думаем, вот ему не надо ничего вкладывать, он не разрешает продать там квартиру, я сюда вкладываю, делаю, и к вы ему плачут деньги. Ну, думал, выгодно ему, чем 4-5 тысяч долларов инвестировать в ремонт, вот это все. Матрис гидная, не пойдет, отцом мы доторговались до 2000 долларов. Я все вкладываю, я все делаю, и ему плачу 2000 долларов. Бельжемесячный? Бельжемесячный. Отлично, надо мной смеялся, ты вообще не бизнесмен, ты вообще неправильно это самое все делаешь, но я тогда не понимал, что поэтапно мог бы договориться на более выгодных условиях. А у меня была цель, у меня была мечта, у меня было огромное желание, я не мог уже сидеть без дела, и вот это желание перекрывало, тем более, если я отдаю, отдаю не чужим, а как бы своим, поэтому мы с отцом, мы с отцом знаете, вот самое важное, для зрителей скажу, как удалось договориться, дело даже не в деньгах, а ты надо мной смеялся, называл и демагогом, и мюнхаузеном, и балаболом, и несерьезным, грубо говоря, когда видел, как я резко, быстро поднимаю цену, сразу готовы отдать, никто в это не верил, в этот проект, никто не верил, опыта у меня не было, они 8 лет занимались этим бизнесом, и никто не верил, потому что бывший налоговик, никто в это не верил, в том числе мой родной ТЭС, с большим, намудренным опытом, но, я говорю, мне получится, было огромное желание, мне горели глаза, и было огромное желание, и для начинающих предпринимателей, скажу, если у вас есть мечта, вас никто не сможет остановить, и ничто не остановит, кроме Всевышнего, если на то волю Всевышнего, никто и ничто, никого не остановит, да, то есть, и вот это вот мольба, дуа, огромное желание, я воспринимаю, это все-таки посыл, создательный, да, я в этот момент хотел бы затронуть, такие, не самые, наверное, для тебя приятные темы, а первая тема, которую мне хотелось спросить, как отец отреагировал на то, что в заведении будет, там, кальян и алкоголь? На тот момент, было кафе, кафе, там был алкоголь, и все, но так как, на начальном этапе, я не понимал, я не понимал, я просто подумал, из чего состоит бизнес, рестораны, да, кафе, я подумал, это бар, кухня, сервис, локация, да, в чем был секрет, в чем был успех, вот этого вот хайпа, как ты его так резко умудрился, как бы, вывести на такой уровень, что он был, ну, у всех на слуху, все очень просто, я не разбрелся, вот я размозел, из чего состоит, ресторанный бизнес, я в этом ничего не понимал, но так как моим активом было, именно вот с этого начать, да, я увидел, да, скажем, утром проснулся, увидел вот этот путь, понял, что нужна фишка, за которую 100% туда будут люди ходить, пока я разберусь, в сервисе, пока я разберусь, в кухне, пока я разберусь, в ресторанном бизнесе, и я вспомнил, когда-то там, я помню, молодым парнем, хотел засватать девушку, официально не было засватано, одна курица нас познакомила, и мы хотели, ну, как-то посидеть, пообщаться, понять, подходим, не подходим, так как официально засватано, то есть она стеснялась, где-то появиться, репутация, все такое, времена были такие, да, сейчас-то ребята, девчата там, как-то, не было суток телефонов, и все такое, и когда я назначал, как бы, место встречи, она просила кабинку, и в заведениях, там, кабинки бывали заняты, они были такие своеобразные, они бывали заняты, мне приходилось постоянно прийти, кабинки нету, и бывало проблемы, я видел боль, а так как на Ленина, вот эти квартиры, в этих, все это надо было делать, именно, то есть, что делать там, да, первая идея была сделать кабин, потому что я видел боль, спрос на это, действительно, столкнулся, кабинки, все элементарно, ничего гениального, все очень просто. Следующий, не самый приятный момент, в истории Гамбита, это, когда произошло громкое убийство, в том заведении, что ты тогда испытал, и как это отразилось на бизнесе? Ну, предвидел ли ты вообще такую ситуацию, что у тебя взаимодействие может такое случиться, или это для тебя было просто неожиданностью? Ну, связывается с алкоголем, где выпивающие люди, изначально, когда этот визит пришел, мне на душе это не лежало, но потом, я хотел даже там бар, как бы отдать брату или отцу, чтобы не иметь голос алкоголем, потом, по-моему, себя на мост, и грех они берут, какая разница, ты как вы красавчики, они все вернуты связан, думаю, потом, 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 это все запустилось, заигралось, бизнес пошел именно вот такой, и все было выстроено под это, и никак уже мне не удавалось это перестроиться, предполагалось, что такое возможно, потому что там неадократно, там бывали драки, мне выходило все разбираться, выходить, там ребята помогали, друзья, друзей вызывали, то есть, ну, бывали такие стычки в те времена, но сейчас народ более... Это убийство вводится, я не ошибаюсь, охранники Саиды, да, как я знаю? Ну, там 4 человека, влиятельно, толково, грамотно, это были все гости, все были очень невоспитанные и культурные, но вот, хасиат дагестанский, там, онлайн. А было такое, что после этого инцидента заведение немножко просело? Очень сильно. В тот день, когда я об этом узнал, я прокинал тот день, когда решил открыть ресторан, то есть, прямо у меня был стресс, мне все говорили, это кадр, твои отношения какие-то, могу случиться где угодно, они вышли разбираться там, во двор они пошли разбираться, но, ответственность себя, когда я не снимал, думал, блин, ты же хотел это сделать, ты же хотел это убрать, почему не сделал, это сильно повлияло, это был удар, потому что 3 дня все было оцеплено, потом это постоянное разбирательство, это был сильный удар по команде, по всем этим, но я утвердился, что им намерение убрать алкоголь, и с того дня начал думать, как все грамотно реализовывать, чтобы убрать алкоголь. через год, полтора, два, максимум, то есть, тогда родилась идея запустить доставку, было страшно, было непонятно, потому что такой бизнес, маленьком этом организовать, было невероятно сложно, я очень благодарен Всевышнему за таких крутых ребят, людей в команду, которых он отправил, которые просто волшебники, кудесники, на маленькой кухне, в таких условиях мы с командой умудрялись просто выстраивать работу настолько эффективно, настолько, ну это талант, это просто повезло, крутая команда, рядом, достойные люди. Арсен, я хочу сейчас поговорить уже о таком интересном событии, инфоповоде, который произошел, это вторая точка Гамбита, где мы сейчас находимся, огромная площадь, да, и ты, это заведение как-то славилось не только хорошей кухней, да, вообще, собственно, за что, ну отдельный респект, потому что, действительно, всегда выручает, 24 часа доставка, 24 часа заведения работало, но и был здесь всегда кальян. С недавних пор ты принимаешь решение убрать это дело. Да. Что тебя к этому привело и что ты сейчас испытываешь, это очень интересно. Ну, смотрите, вот, когда было принято решение, у меня ушло какое-то время убедить команду, что безалкогольная, цитировал слова из Коран, из хадисов, что Алла заменди, да, лучшим. То есть, мозг не понимал, но в это хотелось верить, страхи все равно были, и когда мы здесь открывали это заведение, дизайнер отказывал сделать дизайн, студия 46, Зулеха, то есть, Респект сделал очень красивый ресторан, очень шикарный дизайн, но ей было как-то, она открывала в этом районе другие рестораны, и безалкогольник, и ни один не пошел, не хочу связываться с таким проектом, который не пойдет. Камиль, который строил этот ресторан, прораб, который со мной давно вместе, там вместе идем, он очень сильно сомневался, говорил, я не буду это строить, зачем-то, мы сейчас в долги влезем, и просто все развалим, испортим. Ну, я попросил Зулеху, Зулеха, сделай красиво, как ты это умеешь, Камиль, сделай качественно, как ты это умеешь, а это, Гуру, оставьте на Всевышнем, чувствую, все пойдет, да, был расчет, были те гости, которые, ну, на кухню, на сервис, на имя, которые приедут сюда, было такое предположение, но никто, кроме Всевышнего, не знал, пойдет, не пойдет. Открытие прошло хорошо, было много стресса, много долгов, и я понимал, месяц-два, если мы не раскрутимся, нам придется продать тот бизнес, чтобы рассчитаться по деньгам, закрыться здесь, и диван уже за полцены продавать, стены уже не задерешь, и вот это все вот так, то есть риски такие были высоки. Четыре дня и ночи я не спал в этом ресторане, с такими думками, мы его когда запускали, но хвала Всевышнему, пошло-поехал, но Кальнам был здесь, Кальнам был такой точкой, как бы, на которой мы рассчитывали, но люди пойдут. Да. Но сейчас мы приняли решение, убрать Кальяна тоже. Я понял. А сколько вы делали выручку, а цена мне просто интересна, я думаю, всем интересно, в такие пиковые моменты, когда вот за сутки у вас был оборот, но когда был именно поток людей, можешь какими-то цифрами поделиться в среднем? Давайте договоримся, придумывать не буду, либо говорю как есть, либо просто умолчу. Если в сочетании там с мероприятиями, с банкетами, с праздниками, то есть такие пиковые дни были, ну выручка была не такая большая, как людям казалось на хайпе, на драйве там, но людям казалось, что мы здесь деньги гребем просто лопатами, миллионами в месяц, в день, то есть ощущение было такое, на самом деле, потому что раскручено было. Но на самом деле, команда классная, когда основная часть денег уходила на оплату именно в качество команды, то есть хороший работник они стоят хорошие, хорошие продукты стоят хороших, волшебников у нас нет, все трудяги в команде, поэтому мне было интересно само развитие, мне было интересно получать удовольствие от того, что гости довольны. И, кстати, на начальной стадии, когда мы сделали гамбит, вот на Ленина, мы запустили, потом отец, который говорил, что это не пойдет, когда это пошло, полгода даже не было рекламы, и кабины были забиты, востребованы были. Потом так сложилось, что отец попросил меня уйти, он просил на меня играть в азартные игры, там я в кабинах, она с друзьями играл в Сейко, я его не послушал, меня туда выгнал, я три года опять, два с половиной, три года, я опять был неудел, со стороны записи наблюдал, причем принципиально жил на съемной квартире, на квартире, в доме с отцом, в одной комнате, вся семья, там года три там прожили, ну, упертость, глупость, моя принципиальная, я зарабатывал вот эти годы на игре, научился играть так, что два с половиной года не проигрывал, и, кстати, проиграл в тот день, когда уже третий, четвертый сутки мы играли, я говорю, на меня звали других сильных игроков, уже, наверное, третий сутки шли, я говорю, ребята, сдайтесь, я говорю, два с половиной года не ко мне проигрывал, сдайтесь, говорю, Сейко. Ты дошел Сейко? Да. То есть, даже когда у тебя бизнес успешно функционировал, ты играл? А ты с меня выгнал за то, что играл в азартные игры, ты с меня выгнал, я до с половиной года помогал бизнесу старым советом, делом, выстраивал разные схемы, но деньги оттуда не брал, я зарабатывал. Ты с бизнеса не брал деньги? С бизнеса не брал, я играл в карты, на этом зарабатывал. Ха-ха, это интересно, а куда деньги девались с бизнеса? Отцу, брату. Ты, конечно, вообще до меня шок. Семья? Ты не брал деньги, ты свою прибыль, которую зарабатывал здесь, не брал на себя, правильно? Нет. Не брал. До сих пор не берешь? Нет, сейчас беру. Берешь? Да. тот момент, когда ты с меня, он мне сказал, Арсен, не пей, и в азартные игры не играй. Он мне предупредил, потом увидел, что азартные игры играй, у меня оттуда выгнал. А ты сейчас сколько лет? У меня 45 лет, я исполнился недавно. Сколько? 45. Слушай, не кажется, что ты слишком, ну, зависим своих 45 от, ну, мне не отца? Ну, мне тогда было, я тогда был начинающий предприниматель, который разрешил, отец разрешил продать дом. это все-таки мы вернулись к кому? А мы вернулись туда, это не сейчас. А, мы же говорим про сейчас. А, давай про сейчас, вот, у тебя заведение, вот, ну, какую, там, прибыль, хоть какими-то цифрами поделись. Слушай, вот я пытаюсь туда уйти, чтобы на это вопрос не ответить, все равно, все равно, гаджимурат, гаджимурат меня дожимает. это же интересно, просто людям понимать, какой там персонал, какое количество, какие цифры. В день максимально. я буду мечтать, что ты не берешь на себя прибыль, ты реинвестируешь, закрываешь долги, насколько ты, ну, заведение дает прибыли. Я понимаю, что наверняка у тебя есть другие проекты, ты реинвестируешь куда-то, или еще что-то. Там, просто ты сейчас, наверное, думаешь, что люди посчитают, что ты на себя забираешь. Пусть это не так будет восприниматься. Скажи, сколько заведения в среднем тебе уносит? Сейчас? Или в лучшие времена? Ну, давай в лучшие времена. Ну, в лучшие времена хорошо приносило. 3 миллиона чистыми приносило? Я был доволен. Хвала Швыцкого. Ну, окей, ладно. А почему ты называешь лучшие времена? Что сейчас не влияло на то, что времена не лучшие? Это пандемия? Во-первых, пандемия. Во-вторых, мы убрали коляны. Контингент меняется. Мы заново меняем формат. Если мы были готовы к открытию безоугольного заведения на колянах, мы к этому готовили, всей команды, то сейчас, когда вышел закон, что коляна нельзя, как бы я сказал, хвала Всевышнему. Уже вышел закон? Да. На что мне не хватало, как бы вот эти годы, я думал, то есть, да, закон вышел, ну, некоторые работают еще. Ну, думаю, это вот знак, который я ждал, думаю, вот с этого и начнем, да, то есть, принял решение, как бы, интересно, я даже не знал, что по законуешь. Ну, как бы, закон принято, но можно отдельно, как бы, курить коляна отдельно, можно зону разделить, можно без еды, можно, как бы там разделено. В любом случае, поздравляю, это я считаю, очень серьезный шаг, и, я думаю, сейчас аудитория, которая смотрит наше интервью, все аплодируют, стоя, что ты сделал очень серьезный шаг, да, отказавшись от коляна, и я уверен, что это все у вас даст тебе большим благом. Смотрите, спасибо большое, смотрите, вот на этой мысли, вот в команде были люди толковые, грамотные, талантливые, часть из них всей душой переживали, не хотели с этим связываться, да, то есть, все равно работали, но все равно тоже вот шили в этом направлении, часть как-то вот раздумывала, да, и все равно внутри команды были ребята талантливые, толковые, которые, когда был алкоголь, вот им интересно было развиваться в команде, но это их смущало, да, то есть, сегодняшний укрепил их неиман, они принимали решение уходить по этим причинам, да, то есть талантливые ребята бывают, то есть вот команда тоже как-то влияла, мы зависим от команды, я завишу от команды, на самом деле, команда от меня зависит, у нас, Карсен, у меня, до завершения нашего интервью, два вопроса осталось, да, к сожалению, вынужден завершать, но очень интересный диалог у нас, первый вопрос, это, ну, такая пронеслась информация, что ты приобрел лайк-центр, была такая, правда, была такая попытка, с Рамазаном Газиевым договорились, но, так как мы хотели объединить еще с другими образовательными учреждениями, головной, головной центр не дал добра, победнение и переиграли, ты, клавик-центр, отношения не имеешься, было бы интересно, в образовательном этом принять участие, делиться опытом, среди молодых, талантовых ребят, искать в команду, может быть, потенциальных, харизматичных, талантливых, которые хотят развиваться, делиться с ними опытом, обучаясь тоже, мы сами учимся, поэтому, у меня когда-то была мольба всеушнему, когда я был без работы, я ходил, чтобы прокормить семью, 20-30 тысяч, чтобы зарплату мне заработать, у меня просто горели глаза, я готов был ночами не спать, землю рыть, что угодно делать, чтобы прокормить семью, я приходил и говорил, дайте мне, сколько я, миллион заработал, настолько готов был, не знал как, но готов был реализовываться, желание было велико, и когда мне говорили, есть такой умный, почему до сих пор без денег и без зарплаты, без работы, я с такой болью уходил и вновь, и вновь, в одни моменты я замолился всевышенному, чтобы мне дал мне возможность основать компанию, где такие же талантливые, обычные, простые, амбициозные ребята, которые там, не хотят мириться с этой серой жизнью, с этим проблемам, с этой безысходностью, как кажется, чтобы могли вместе реализовываться, с этой молитвы все и началось, это был такой крик помощи в душе. Супер, супер, ну и напоследок, Арсен, перед тем, как мы объявим конкурс, я хотел бы, чтобы ты дал несколько советов молодым ребятам, которые, возможно, попали в такую же яму, как в свое время ты попал, или которые хотят, сейчас горят глаза делать бизнес, и прочее, какие ты можешь дать советы, рекомендации, делать молодым ребятам? Ну, смотрите, я в свою жизнь сделал, к счастью, или, к сожалению, очень много ошибок, в том числе, были и очень качественно приняты решения, но было и много попыток разных, пока я набирался опыта, да, то есть, одно из важных, часто, когда страх нас сковывает, и мы чего-то боимся, вот точно могу сказать, вот за этим кроется, вот, вероятнее всего, за этим кроются большие возможности, это точно точка для роста, для прорыва, да, если даже ничего не случится, то есть, за эту руку нам не отрубят, не отрежут, не повесят, да, это все на всего, то есть, воспринимать это все как игру, когда-то, когда я понял, что слова Шекспира, жизнь все-таки как игра, относиться чуть проще, легче, бизнес это помогает, выдерживает это давление, обстоятельств, все это там, да, то есть, упалая на всевышнем, все равно, есть вещи, от которых, на которых ты можешь повлиять, есть вещи, от которых тебе не зависят, да, конечно, это говорить легко, но все равно ты паришься, грузишься, ночами не спишь, ты обдумываешь, поэтому, не бойтесь, есть вот, сердце велит, все равно пробуйте, дерзайте, пробуйте, мечтайте, не получилось раз, все равно не сдавайтесь, можете поменять подход, можете поменять тактику, но мечту свою не продавайте, мечту свою не разменивайте, вот хуже точно не будет, вот это как боец, который там, да, решил стать хорошим бойцом, если, если он будет регулярно, систематически этим заниматься, да, возможно, он олимпийским чемпионом не станет, но, как минимум, вот, классным спортсменом, профессионалом своего дела, он точно станет, супер, ребят, я думаю, вы получили колоссальные, знания, опыт с этого интервью, оно настолько глубокое, что на первый взгляд, вы, может, даже какие-то вещи не поймете, но, думаю, самые внимательные, уловили какую-то фишку, вообще, в этом интервью, прозвучала очень глубокая, интересная история, так вот, в качестве конкурса, я бы хотел сделать так, чтобы вы, под этим видео, в комментариях, написали вывод, вот, что вы для себя уловили, какую мораль вы уловили из этого интервью, да, и, какой опыт вы для себя поймали на тех ошибках, которые, там, допустил в свое время Арсен, и своевременно их скорректировал, вот, напишите обязательно комментарий, и одного из самых внимательных, самых интересных людей, кто оставил комментарий, мы выберем в качестве победителя, и я бы хотел, чтобы Арсен озвучил какой-то приз, я ему об этом, кстати, не говорил до интервью, сейчас будет спонтанной, такой, неожиданной новостью, что, что можем предложить, там, от заведения, прежде, чем мы предложим, под этим, я, вот, хотел бы, вот, впервые, если бы, какие-то истории раньше рассказывал, да, и в интервью, и на выступлениях, именно для Гаджи Мурада, я ждал наши встречи, как-то там, да, мы никак не пересекались, это как-то обсуждали, сегодня это сложилось, я, наверное, скажу впервые, то, чего раньше не говорил, когда-то я просил Всевышнего, дать мне возможность, пройти все эти испытания, чтобы быть полезным, для тех, кто идет сзади, как, вот, делиться опытом, вот, в этом договоре, вот, в этом дуа, когда у тебя ничего нет, вот, знак благодарности, да, быть полезным обществу, быть полезным близким, быть полезным для команды, вот, проходя через, там, да, видя бизнес, там, с алкоголем, с колянами, с ошибками, с проблемами, сравнивая его, понял точно одно, вот, все, что написано в нашей религии, вот, эта простота, вот, это здравомысленное, вот, эта логика, вот, не повторяйте, вот, моих ошибок, вовсе не обязательно, да, чтобы понять, что такое хорошо, что такое плохо, как мне, не обязательно это все на себе испытывать, не обязательно через все это проходить, потому что, когда идешь по грязи, если видишь, там, рядом чистая дорога есть, все равно по грязи идешь, все равно прилипает, потом очиститься бывает крайне сложно, это все равно на тебя влияет, окружение на тебя влияет, обстоятельства влияет, поэтому, держите вот эту чистоту, и, точно понял одно, в сутках 24 часа, тот же уровень стресса, то же самое, те же интеллекты, та же самая команда, абсолютно не надо бояться, вот, тем путем, какое вот, какое сердцу близко, изначально, виднее, ближе было, именно вот, по таким путем пойти, да, и, сто процентов уверен, гамбит был бы кратно, наверное, в сто раз круче, если бы изначально, не через алкоголь, не через эти ошибки, не через эти исправления, да, пошли бы, пошли бы именно, правильным путем, да, наверное, этот, путь всевышний нам дает, то есть, когда ты его об этом просил, просил, и хвала всевышний, за эту возможность, это все через это пройти, и, надеюсь, надеюсь, обо все, я вместе с вами, будем умнее, будем мудрее, и, вот, наша веть, наша прямая дорога, это в нашей религии написано, вот, основа все там, основа всего, в любом бизнесе, взаимоотношениях, в отношении к людьми, все там, все, 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 кто напишет комментарии, я, вот, все, кто напишет комментарии, интересные, я всех приглашаю, у нас скоро дегустация, хост, а есть что-нибудь из хостера, можно подать для интереса, а давайте покажем, как раз таки, да, 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 для подписчиков, Гаджи Мурада, все, которые там, вот, напишут комментарии, захотят прийти, назначим один день, и, угостим, всеми блюдами, новинками, с хостера, Арсен Валерьевич, нам любезно приготовит, я думаю, мы эту дату утвердим, тогда, в инстаграме, друзья, можем собраться, можем пообщаться, в близком кругу, можем поделиться, и, можем угостить, ну, что-нибудь ценное, если надо какой-то приз разыграть, не знаю, можем разыграть машину, если хотите, ну, давайте сделаем, как раз и навстречу, если хотите, машину можем разыграть, все те, которые соберутся, игрушечные, спасибо, Арсен, большое, спасибо, это было очень крутое интервью, сделаем бессмела, ребят, да,